30 октября 2020 года. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами снова будем говорить о других городах и странах, об их связях с Иерусалимом. И будет этот выпуск очень-очень необычным, потому что сегодня я познакомлю вас с замечательной командой авторов, женской командой авторов из города Вильнюса, из Литвы. И вот именно Литве, Вильнюсу и Иерусалиму будет посвящен наш сегодняшний выпуск. Вы скажете, ну что же между ними общего? Общего на самом деле есть чего, и это очень интересно. Иерусалим – место само по себе уникальное, многонациональное, межконфессиональное, действительно так. И живя здесь, особо интересно изучать другие места, заглядывать в них, искать эти связи, видеть исторические какие-то параллели, смотреть, как в других местах тоже развиваются иногда разные культуры, совершенно какие-то несовместимые, казалось бы, даже вещи существуют в одном, и рядом бок о бок друг с другом, создают необыкновенный такой культурный фон, ни на что не похожий. Итак, давайте начнём с вами с самого начала и скажем о том, что поскольку город Вильнюс сегодня у нас с вами главный герой нашей передачи, скажем о том, что сам город Вильнюс был основан на слиянии двух рек. Сперва это была крепость, потом был город князем Гидеминосом. Было это где-то приблизительно в конце XIII века. И вот дальше, естественно, нас интересует вопрос о вероисповедании. Дело всё в том, что в этой точке земного шара очень необычно и интересно происходила христианизация народа. Дело в том, что вот эти балтийские племена имели очень крепкую языческую религию свою, и крестить вообще в принципе их было очень трудно. Как и скандинавские племена, мы об этом с вами говорили в передаче о Швеции. И вот крещение литовцев происходило как бы с двух сторон. Произошла такая некая парадоксальная, как бы получилась кооперация Запада и Востока. Ненамеренно, конечно, по промыслу Божию. Официально считается вообще, что Литву крестили католические миссионеры в XI веке. Это уже было после, естественно, после разделения церквей. Но крестили, конечно, не всю Литву. Имеется в виду отдельные племена приняли христианство через католических миссионеров. В это же самое время на Западе Великого княжества Литовского как раз-таки племена стали принимать православие, потому что там была связь, наоборот, очень сильная с Киевской Русью. И вот в XI-XII веке там тоже происходили крещения, но в восточное христианство, то есть в православие. И вот этот потрясающий совершенно тандем Востока и Запада в христианизации Литвы будет продолжаться на протяжении многих веков. Дело всё в том, что литовские князья, в отличие от простого народа, который, если принимал крещение, то бескорыстно, просто принимали, потому что верили в Господа Христа и принимали из рук тех миссионеров, которые к ним приходили, либо католики, либо православные. Так вот, литовские князья немножко были в более сложной ситуации. Князь, он всё-таки князь, он от политики не зависеть не может физически. Соответственно, они находили политический интерес быть с теми или с другими, всё-таки выбирали Восток или Запад. Вообще, крещение Литвы началось с князя Миндовга, как считается, и он принял западное христианство, католичество. Но самый такой забавный случай, если так можно сказать, такой исторический как бы анекдот своего рода, происходил с другим литовским князем по имени Егайло. У князя Егайло мать была русская, и она уговаривала его жениться на дочке московского князя Софии. А у него же была другая альтернативная невеста, польская королева, соответственно, тогда католичество. И вот, взвесив все за и против, выбирая между, так сказать, двумя невестами и двумя верами, он выбирает польскую королеву, и литовцы надолго становятся официально, Литва становится католическим государством. Между тем, народ по-прежнему кто-то православный, кто-то католики, так и продолжалось. То есть вот это соседство православия и католицизма в Великом княжестве литовском продолжалось и продолжается до сих пор. Это действительно очень-очень интересно. Вообще же Литва считается официально самым поздним языческим государством в Европе. То есть дольше всех других государств они вообще сохраняли язычество. То есть там тот факт, что они в конечном итоге стали христианами, и христианами очень ревностными, очень набожными. Я говорю сейчас и о католических семьях, я православных. Это само по себе уникально и само по себе удивительно. И говорит нам о том, как Господь Бог, когда желает обратить к себе, Он использует все способы. Казалось бы, противоречивые, казалось бы, по нашим понятиям странные. Но вот так произошла христианизация этого удивительного места. Ну и город Вильнюс, конечно, это столица княжества Литовского. Это главный город, который был заложен князем Гедеминосом уже в конце XIV века, первое упоминание о Вильнюсе. И вот на сегодня представляет из себя удивительное место. Необыкновенно, конечно, красивый город. Действительно такой вот перекрёсток, где встречаются запад и восток. Роскошная западная архитектура города и славянское такое тепло. Но не только на культурном уровне. Здесь действительно встречаются запад и восток у главной святыни города. Это, конечно, Астробрамская икона Божьей Матери. Эта икона имеет очень интересную историю. Об этом вы узнаете, если посмотрите экскурсии наших замечательных литовских подруг, авторов. Но к этой иконе, к этому чудотворному образу, вот уже много-много веков, с XIV века икона ведёт свою историю, прибегают и с верой, и с молитвой, преподают и православные, и католики. Притом молятся плечом к плечу в одной и той же часовне над главными воротами города. Эта икона действительно как символ объединения всех христиан. Не в смысле экуменизма политического, а в смысле сердечного стремления ко Христу всех христиан, стремления к её Сыну Пречистому. Вот Матерь Божия действительно являет собой какую-то точку, от которой, наверное, вообще может начаться диалог между, в данном случае, католиками и православными. Все почитают Божью Матерь. Её любовь к её Пречистому Сыну и Господу для нас образец. Её жизнь – образец для любого христианина. И вот у этой иконы, принося именно к ней свои беды, свои несчастья, свои молитвы, встречаются православные католики, встречаются не на экуменистических каких-то, действительно иногда очень странных собраниях, не встречаются на уровне политики или каких-то междуцерковных отношений, а просто на уровне веры, на уровне простой народной веры. И я думаю, что, конечно же, угодно это Господу, однозначно. И иначе бы не творилось столько чудес от этого образа, как это происходит. И вот вторая святыня города – это святодухов мужской Виленский монастырь, который находится буквально в ста метрах от Астробрамской иконы Божьей Матери. И тоже в этот монастырь, особенно по двундесятым праздникам, собирается чуть ли не весь Вильнюс. Вильнюс тоже приходит на службу, но, конечно, они не могут причащаться, это понятно. И католики иногда могут заглянуть и протестанты, естественно, потому что это главный, самый большой монастырь вообще в Литве как таковой, и он именно наш православный. В одной из экскурсий секретарь Виленской епархии, отец Виталий, замечательно говорит о том, что братские отношения и диалог – это то, чем очень дорожат православные Вильнюса и то, чем очень дорожит сама епархия, именно здоровыми отношениями с братьями-христианами, как он замечательно сказал. Мне очень понравились его слова, хочу вам передать. Вдруг вы экскурсию не посмотрите, хотя я думаю, что посмотрите. Он сказал, что вот так посмотрят на нас другие, мусульмане, евреи, скажут, смотрите, какая между ними братская любовь, между христианами разных конфессий. Вот они действительно ученики Христовы, да, действительно так. Хочу сказать, если бы у нас в Иерусалиме было так, у нас гораздо всё сложнее, к сожалению. Но тоже есть отдельные люди, которые очень стараются, чтобы были мирные отношения и не было драк из-за святых мест и каких-то трений. И вот Свято-Духов монастырь – это один из немногих монастырей, который не закрывался во времена советской власти. Я, как ребёнок, росший в верующей церковной семье, знала просто все монастыри, которые существовали, были открытыми в то время просто наизусть. Можно было их посчитать по пальцам одной руки фактически, ну, может быть, с привлечением второй на пару пальцев. И, соответственно, три из этих монастырей приходились как раз на Прибалтику. Это Пюхтица, Елгава и Свято-Духов Виленский монастырь. Монастыри, которые не закрывались. Нужно сказать вам, что вообще Виленский Свято-Духов монастырь ещё и очень важен для нас, потому что патриарх Тихон, будущий, был насельником этого монастыря, и он возглавлял Виленскую епархию. То есть оттуда он, так сказать, духовно корнями происходил. А стоит же сам монастырь на месте мученической кончины Виленских мучеников. Это тоже интереснейшая история, очень важная в истории церкви. И я думаю, что это всё вы узнаете из экскурсии. Скажу о том, что наша игумения Георгия, игумения Горницкого женского монастыря, тоже имеет прямое отношение к этим местам. Ну, вы наверняка все знаете, что матушка Георгия вообще начинала свой монашеский подвиг и жила, подвязалась в пюхтицах. То есть, в принципе, это её альма-матер, так скажем. Но мало кто знает, что 12 лет матушка жила в Вильнюсе. Это очень интересно, потому что дух, закалка монашеская, та, которая есть у матушки Георгии, скажем так, от моего личного общения с ней, это чувствуется. Чувствуется какая-то определённая духовная школа. Такой, с одной стороны, простоты, с другой стороны, это однозначно образованное монашество, то есть, не примитивное, а наоборот, открытое к другим культурам, к другим народам. То есть, в хорошем смысле, дух такой западный, в хорошем смысле. То есть, я имею в виду, в смысле открытости к другим народам, к другим культурам, умения понимать их, общаться, налаживать отношения. Но иначе бы не поставили её игуменей в Иерусалим. А в то же время, очень крепкий православный дух, аскетичный, молитвенный, очень высокий градус, скажем так, духовного тонуса, трудолюбия, неутомимости, никогда не унывать, всегда оставаться в светлом, бодром состоянии духа, что бы ни было, какие бы испытания ни грозили. Вот это такая школа духовная, которая однозначно, однозначно идёт вот оттуда, из Пюхтиц и из Вильнюса. Это совершенно замечательно. И вот вы, если посмотрите экскурсии, вы тоже почувствуете после них какую-то, вы знаете, свет и духовную бодрость. Вот это то, что мне, например, передалось однозначно. Очень красиво снято. Наша команда из Литвы – это просто профессионалы. Это вообще даже уже не совсем видеоэкскурсия, это скорее напоминает какой-то замечательный, просто талантливый документальный фильм. Так что я всячески вас приглашаю посмотреть. Экскурсии называются «Святый духов. Монастырь. Сердце Литвы» и «Вторая. Христианские святыни Литвы». Вот там как раз про Астробрамскую икону подробнее рассказывается и показывается. И вот сейчас мы с вами уже выходим на связь с нашей командой из Вильнюса. Алевтина, Татьяна, Елена, здравствуйте. Здравствуйте, дорогая Анна и уважаемые зрители. Мы с большой радостью хотим сегодня со всеми вами провести время и мило пообщаться. Пожалуйста, расскажите нашим зрителям немного о вас, чтобы они могли с вами познакомиться. Мы с Татьяной являемся родными сёстрами и коренными жительницами Вильнюса. Мы родились и выросли в семье знатного в Литве православного метрофорного протеерея Вячеслава Сковородка. Моя сестра Таня – профессиональный хородирижёр, а я филолог и преподаю скандинавские языки. Мы обе являемся регентами. Таня – она регент в Святодуховом монастыре, а я в храме Рождества Христова. Вильнюс – и мой родной город, где я родилась и выросла. Однако первое образование я получила в Москве, где я прожила 11 лет. По профессии я философ и экономист. Очень люблю готовить. Веду активную культурно-просветительскую деятельность. Горжусь тем, что являюсь мамой двоих детей. А как пришла идея заняться съёмкой видеоэкскурсии? Анна, все ваши мои передачи с большим интересом смотрели и смотрим. Где вы и поделились свои идеи, и рассказали о создании ТОПОСа. Идея снять видеопаломнические экскурсии приходила мне и раньше. Ну, как-то не хватало времени, поскольку организовала паломнические поездки. Я поделилась этой идеей со своей крёстной моей дочкой Еленой, которая является профессиональным гидом, ведёт экскурсии на литовском, русском, немецком, шведском языках, а также является филологом. Елена заинтересовалась и поделилась этой идеей с Татьяной, её родной сестрой. Вот так и сложился наш коллектив. Мне эта идея очень понравилась. Мы очень заинтересовались, потому что мы люди творческие, и нам нравится чем-то новым заниматься, чему-то учиться новому, что-то творить, воплощать свои мысли в какие-то идеи и их реализовывать. Опыт снимать и создавать передачи – это для нас был первый. Да. Он нас заинтересовал и заинтриговал. Да. И мы дружно разделились на задачи. Алектина у нас отвечала за технические вещи, за съёмку. Я была неким режиссёром, свои мысли, свои какие-то внутренние видения я воплощала в то, что вы, дорогие зрители, я на то, что вы увидели. А Лена, как душа компании нашей, как такой ласковый, добрый человечек, она уже была ведущей. Ну вот вы живёте в совершенно уникальном месте, похожем на Иерусалим. Я уже немножко об этом нашим зрителям говорила. Сотецство православия, католицизма, очень большая известная еврейская община в Вильнюсе. Расскажите нам немножко о жизни Вильнюса, о религиозной жизни Вильнюса, о том, как вы изнутри ощущаете вот это необычное такое соседство народов, культур и религий, которые у вас есть. В первую очередь, наверное, хочу сказать, что прежде чем я сама стала вести экскурсии, я никогда не задумывалась о том, что у нас в городе так много всего яркого, колоритного и разнообразного. Нам, как всё-таки ведущим более по христианской точке зрения, важно упомянуть, что, несмотря на то, что в Вильнюсе больше всего католических костёлов, в самом старом городе немало церквей. И старый город, он очень большой, он куда больше, чем наши соседние столицы Рига, Италин. Многие приезжают, когда Вильнюс удивляются, что он совершенно другой. Многие называют Вильнюс Северным Юрусалимом. Здесь ещё в XIX-XX веке проживало очень много евреев, и они любят возвращаться в Вильнюс, чтобы посетить могилы, кладбища или найти своих родственников. Вот, например, с точки зрения евреев, Вильнюс — это Северный Юрусалим. С точки зрения, например, итальянцев, это Северная Венеция, потому что у нас очень много архитектурных строений. Именно итальянских художников и архитекторов. А для паломников всё-таки Вильнюс — это место притяжения, именно такое вот слияние двух культур. Это такая периферия, такой своеобразный шёлковый путь, где встречаются Запад и Восток. И очень удивительно, что наши христиане верующие, я говорю именно христиане, не обязательно православные или католики, или, быть может, даже протестанты, мы с большим уважением и с любовью относимся к храмам друг друга. Мы можем зайти друг к другу в гости. У нас часто смешаны семьи. И для нашего края, для нашего города это является нормой. Норма — это такое смешение, уважение, тепло и любовь. И Вильнюс, когда вы сюда приедете, удивит вас тем, что он очень светлый, тёплый и, надеюсь, родной. Я уже упоминала и сказала нашим зрителям, что матушка Игумене Георгии, Игумене Горницкого женского монастыря в Иерусалиме, 12 лет в начале своего монашеского пути жила в Вильнюсе. Вам, как коренным жительницам Вильнюса, наверняка гораздо больше информации известно об этом. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Да, жизнь Игумене Георгии связана с нашим славным городом Вильнюс. В 55-м по 60-е годы она была насельницей женской монашеской обители в честь святой Марии Магдалины. А когда монастырь по приказу Хрущева закрыли, все монахини вынуждены были поселиться в одном из корпусов нашего Вильнюсского свято-духово-мужского монастыря. В то время благочинной и такой важной персоной являлась очень образованная, активная, деятельная монахиня Варвара, которая в 1968 году была назначена патриархом-настоятельницей Пюхтицкого женского монастыря и возведена в Сан-Игумене. Вместе с ней в Пюхтице была назначена главной помощницей и монахиня Георгия. Игумене Георгия последний раз гостила у нас в Вильнюсе в 2015 году. И она принимала участие в праздничном богослужении, посвященном 150-летию основания Марии Магдалинской обители. И, как мы помним, она как раз в этой обители и была насельницей с 1955 по 1960 года. В своих воспоминаниях о тех трудных временах, когда закрыли обитель, она и делилась с нами. И говорила, что особым утешением были богослужения в пещерном храме Святодухового монастыря у раки святых мощей Антония Иоанна Евстафия, которые богослужения именно пели монахини. Из таких личных воспоминаний, которые дороги нашей семье, поделюсь такой историей. У папы в кабинете на видном, на почетном месте на стене висит памятный подарок Игумении Георгии. Это огромное панно с видом на святой город Иерусалим с Масленичной горы. Матушка Георгия посетила Вильнюс в 1997 году, когда вместе с патриархом Алексием II участвовала в торжествах, посвященных 400-летию Святодухового монастыря. Наш папа тогда был секретарем епархии и принимал непосредственное участие в этих торжествах, за что и получил особый подарок от Игумени Георгии. Так что частичка такого удивительного, такого замечательного человека и такой подвижницы, как Матушка Георгия, находится в нашем родительском доме. Да, Матушка Георгия – это удивительный совершенно человек. У моей семьи тоже много с ней связано за 20 лет жизни здесь. И неважно, беседуешь ли ты с ней более-менее какое-то продолжительное время или просто подошел взять благословение где-то в храме, увидев случайно, всегда на душе становится как-то радостно и светло. Как от встречи с очень хорошим, светлым, добрым человеком. Вот действительно это так. Так, замечательно, что у вас в семье есть такая память о Игумени Георгии. Ну вот, я помню вашу просьбу. Дело в том, что в съемках экскурсии участвовали клирики Виленской епархии, и вы просили меня дать вам слово поблагодарить их за помощь. Вот сейчас вы можете это сделать. Мы очень хотим поблагодарить за помощь в съемках секретаря Виленской литовской епархии, протеерея Виталия Моцкуса, и ромонаха Никиту, и диакона Константина Панкрашова. И хотелось бы в будущем познакомить вас, дорогие зрители, и с другими удивительными и замечательными людьми нашей Виленской литовской епархии. Спасибо, дорогие. Мы тоже надеемся на то, что наше сотрудничество будет продолжаться, что ТОПОС будет украшаться вашими изумительными экскурсиями. Я знаю, что в плане у вас и обзорная экскурсия по Вильнюсу, и вообще не только по самому Вильнюсу, но и по пригородам красивейшим, живописным. Так что ждем, ждем и ждем. Большое спасибо, дорогая Анна и уважаемые зрители, за радость общения, за воспоминания. Всем желаем хорошего дня и милости Божией во всем. Ну вот, мои дорогие, такая у нас с вами сегодня необычная, но очень приятная, правда же, встреча получилась. Прежде чем закончить передачу, я хочу, во-первых, попросить вас поддержать наших авторов, доставить себе крайнее удовольствие тоже посмотреть их экскурсии на ТОПОСе. Ссылочка на ТОПОС всегда есть в описании к каждому моему видео, а также в конце передачи вот здесь на экране она у вас появится, она кликабельная, на нее можно нажать, вы перейдете на сайт. Я же хочу сделать также объявление о том, что в субботу, завтра, в 14.00, вас ждет изумительное событие на ТОПОСе. Это лекция онлайн, лекция в прямом эфире моего мужа Рафаила, которая называется «История Иерусалима. От древнейших времен до разрушения первого храма». Это должно быть очень интересно, потому что мой муж коренной иерусалимец, мало того, он по образованию историк античности, филолог древних языков и к тому же гид по Израилю и по Иерусалиму, естественно, тоже. Поэтому я думаю, что будет очень интересно послушать его, и это будет презентация с фотографиями, картами, картинками, лекция в прямом эфире, лекция онлайн. Ну и, конечно, вы сможете в конце задать какие-то ему вопросы. Как посмотреть лекцию? Поскольку завтра я не буду иметь возможности в чате отвечать, куда нажимать, куда переходить, не вижу, не понимаю, будет это делать один бедный Игорь, техадмин нашего сайта, то я хотела бы сейчас вам кратко объяснить. Итак, все очень просто. Даже регистрироваться на сайте для этого не нужно. Вам нужно перейти по ссылке, которая дана вот сейчас в описании этого видео, или просто перейти по общей ссылке на сайт и нажать страницу «Прямой эфир». Прямая же ссылка на страницу «Прямой эфир» в описании этого видео лежит. Итак, вы вошли на сайт, нажали страничку «Прямой эфир». Там вы видите описание лекций, и если вы пришли до двух часов, то в плеере будет идти постоянная карусель бесплатных трейлеров с нашими гидами, разные красивые места. Это просто всегда там крутится. Ждите. Ровно в два часа зайдите на страницу заново и запустите плеер, и лекция начнется. Если же вы опоздали, пришли там в 2 или 2.02, то просто запускайте плеер, и у вас начнется лекция. Если вдруг что-то не запускается, значит, нужно опять зайти заново на страницу «Прямой эфир» из меню и опять нажать на стрелку на плеере, треугольная такая стрелочка, нажать на стрелку «Запустить плеер», и лекция у вас пойдет. Ну, конечно, если уж там совсем какой-то затык, пишите в чат, Игорь будет отвечать. Ну вот, мои дорогие, ссылочка на топус уже в правом верхнем углу. Я вас всех сердечно обнимаю, желаю приятных видеопутешествий. Храни вас всех Господь. До свидания.